физкульт привет друзья сегодня попытаемся раскрыть очень важную тему ибо недопонимание из-за вредной фитнес бизнес индустрии в данном вопросе приводит к тому что многие люди получают серьезные проблемы со здоровьем а вы помните что мы с вами всегда в первую очередь делаем все через призму сохранения и улучшения здоровья если неправильно понимать что ты делаешь и ради чего делаешь то это может привести к самым печальным последствиям что вы последнее время и можете наблюдать на просторах инета смерть за смертью то фитоняшки помрут то билдеры заметьте что силовиков в этом списке либо нет либо очень редко и вы позже поймете почему скажу сразу речь не идет о анаболических андрогенных стероидов ибо они в конкретном вопросе совершенно ни при чем и так друзья похудение жиросжигание и сушка это три разные действия которые служат для определенных разных целей объединенные одной общей внешне похожей задачей потери веса но при более глубоком понимании каждой из трех потребностей мы понимаем насколько они разные и непохожие все эти три потребности необходимы для разных целей повторюсь и естественно для людей разных жизненных статусов начнем с похудения это общее снижение веса преимущественно за счет жира и отеков при сохранении и даже увеличение мышечной массы ради улучшения общего состояния здоровья и эстетики неправильный подход к делу приведет к нарушению и ухудшению и того и другого необходим только людям с излишней массой тела не собирающихся выступать на соревнованиях занимающихся исключительно ради хорошего самочувствия улучшения и сохранения здоровья здоровый образ жизни это тренировки и питания физические упражнения в купе с грамотным полноценным питанием способствуют нормализации веса тела если лишний жирок то сбросят лишнее если нехватка мышечной массы то наберут недостающие запомните настройка полноценного питания на этом пути играет первостепенное значение и естественно силовые тренировки жиросжигание это процесс направленный исключительно на избавление от жировых запасов с максимальным сохранением мышечной массы опасное занятие особенно когда неправильно подходишь к делу необходимо людям выступающим на соревнованиях участвующих фото или видео сессиях людям не собирающимся связать свою жизнь с данным видом деятельности а это больше 90 процентов посещающих тренажерные залы жиросжигание противопоказано сушка сушка исключительно дело профессиональных атлетов применяемая только за одну две недели до выхода на сцену крайне опасное действие способное уложить вас в ящик целью которого выведение из-под кожи а по факту из всего организма воды чрезвычайное опасное действие повторюсь которое профессионалы проводят под постоянным присмотром врачей и которая является самой частой причиной смертей в железном спорте и не только они анаболическо андрогенные стероиды как нам пытаются преподносить сми немного не по теме вред анаболический андрогенных стероидов привеличивают тысячи раз с подачи производителей спортивного питания которые имеют доход сравнимый с продажей наркотиков и оружия если вы не глупый мыслящий логический человек вы можете сами это спокойно проследить обратите внимание хотя бы на тот факт что до появления спортпита который в 99 процентов случаев простая не работающая пустышка анаболические андрогенные стероиды были разрешены даже в спорте не то что не попадали под запрет как наркотики что происходит сейчас а реальные наркотики виде алкоголя и сигарет в которых и табака то не осталось свободном доступе думайте головой анализируйте и вы сами будете все прекрасно понимать как только бизнес воротилы поняли какой куш можно снимать с населения производством дешевых бадов случилось неожиданное оказалось что анаболические андрогенные стероиды опасны и нужно их запретить что и было сделано путем огромных взяток в сенат сша а дальше и по всему миру ведь анаболические андрогенные стероиды реально работают а спорт пит только выколачивает из наших кошельков деньги которые вы бы лучше потратили на обычное питание мясо яйца курица рыба и так далее кстати так свое время были внедрены в жизнь населения всего мира сухие завтраки которые в реалии только увеличивают жир на наших телах и что интересно если на коробке написано слово фитнес то они еще вреднее не верите мне отнесите коробку профессиональному диетологу а теперь вспомните что вам рассказывают со страниц статей видео люди обо всем об этом когда просто путают понятия внося и так уже имеющиеся в наших головах сумятицу я уверен что вы слушающие эту информацию хотите от ваших тренировок и питания двух вещей первое сохранение и улучшение здоровья для более качественной жизнедеятельности и второе улучшение внешнего вида без ущерба здоровью исходя из этого вам не нужно даже думать о жиросжигании до опасных пределов о нормах жира в организме мужчины и женщины мы поговорим чуть позже а сушки даже не вспоминайте оставим это профессиональным моделям и спортсменам людям зарабатывающим этим опасным делом на жизнь мы с вами состоим из воды больше чем многие могут себе представить и все наши процессы без воды замедляются и останавливаются или прекращаются полностью и без воды не восстановится а теперь вспомните что вам советуют многие ваши инструктора если ваш инструктор говорит вам что нельзя пить во время тренировки после тренировки то этого человека нужно убить закопать и не ставить никакой могильный камень да вот вам и первый краеугольный камень о которой разбиваются многие мечты парней и девчонок о красивом и здоровом теле люди слышат отовсюду чтобы похудеть надо избавиться от лишней воды но в организме обычного человека нет лишней воды здорового человек зачастую и даже не хватает но фитоняшки или качок говорит обратное да ему это необходимо чтобы выйти на сцену но убирает воду он уже тогда когда максимально снизил процент жира в организме и грамотный профессионал всегда делает это под присмотром врачей у каждого профессионала есть свой врач а то и не один вы сравниваете себя и свое тело с телами про атлетов и попадаете в застой когда жир в вашем организме перестает пережигаться именно это первая причина остановки жиросжигания для простого смертного нехватка воды ко мне обращаются люди со всего мира именно с данными вопросами больше всего и после того как я объясняю им ситуацию их прогресс начинает расти что в массе что в силе так и в избавлении от жира запомните для всех этих процессов нам необходима вода если вы испытываете жажду это уже сигнал о том что организму не хватает воды если вы обычный человек может быть это не так страшно но если вы тренируетесь испытываете жажду вы только вредите себе себе своему организму поэтому у меня так много учеников они сначала обращаются к звездам или к статьям и видео якобы с их рекомендациями и после того как процесс останавливается все начинают искать выход а выход прост так что если вы обычный человек не помышляющий покорять помосты или подиумы вам достаточно простого грамотного похудения с избавлением от жира до пределов безопасной зоны о которых сейчас и поговорим жир сейчас это слово пугает всех но это неправильно ибо без него нет жизни в нашем организме вреден только мутирующий так называемый транс жир но все остальные жиры жизненно необходимы всем системам нашего организма наверняка вы не знали что холестерином выстилен внутренний слой наших легких без него не будут вырабатываться гормоны а сосуды разрушаются именно из-за быстрых углеводов они холестерина продолжать об этом говорить можно до бесконечности а что говорят нам с вами что холестерин является причиной повреждения сосудов это полная полная безграмотность тупость и глупость холестерин как раз таки и залечивает залепляет какое хотите слово подберите синонимом но холестерин это то вещество которое спасает наши сосуды закупоривая повреждения а повреждаются они от микрокристаллов от сахаров поэтому избегайте как огня простого сахара и так 13 18 процентов это безопасный для здоровья женщины уровень жира в организме и поверьте при таком процентном соотношении вы будете выглядеть очень привлекательно здорово и сексуально для себя и для большинства мужчин при приближении отметки к 13 процентам ваш животик будет очень плоским если конечно вы делаете вакуум и у вас не выпирает диафрагма от переедания при условии что вы делаете повторюсь вакуум все что ниже этого процента может быть опасным так как приводит к сбоям и полному исчезновению месячного цикла а это сами понимаете как опасно для женского организма и к чему может привести я тренировал многих девушек желающих выступать фитнес-бикини и столкнувшихся с подобными проблемами если у вас вдруг появится подобная проблема не спешите лечиться гормонами прошу вас часто бывает достаточно в течение месяца ежедневно есть два цельных яйца чтобы все наладить но лучше не доводить себя до такого состояния вовсе поэтому если вы молода красиво и мечтаете о профессиональной карьере задумайтесь о том готовы ли вы жертвовать своим здоровьем запомните занятия для себя ради здоровья и занятия ради результата а спорт это всегда результат это совершенно два разных пути которые никак не пересекаются между собой для мужчин процентный коридор другой это от 9 процентов до 14 и у многих уже при 12 процентах видны кубики на животе при условии что они есть конечно я общаюсь со многими про атлетами в российской федерации в америке и поверьте такими как на фотографиях или на сцене они бывают только на фото и в моменты соревнований а фотографии все делаются практически сразу после соревнований в течение месяца в остальное время они выглядят совсем по-другому и вы обращали внимание что без майки вы видите их только когда они показывают тренировки перед турниром в межсезонье видео либо нет либо они в толстовках или футболках с длинными рукавами это не просто так поверьте проверьте меня и проанализируйте youtube сами убедитесь почему же нельзя держать идеальную форму круглый год в принципе можно но есть большое но при низком содержании жира в организме суставы недополучают смазку и легко травмируются вы не можете работать с большими весами и прогрессировать ибо кто бы что не говорил вес играет роль в наборе массы очень быстрое и резкое похудение однозначно вред организму вплоть до летального исхода теперь вы понимаете почему силовики не врут как мухи один за другим хотя сидят на фарме как и все остальные да потому что они не гоняют вес туда-сюда не насилуют все системы организма так как это делают многие выступающие в бодибилдинге и фитнесе о том как правильно и безопасно для здоровья худеть мы поговорим другой раз я напишу об этом отдельную статью много других негативных факторов для здоровья перечислять нет смысла кому надо может легко погуглить не забывайте что похудение или жиросжигание неправильно спланированное может только навредить вам целью должно быть уплотнение и развитие мышц крупных в первую очередь кто не знаком с рейтингом мышечной группе их зависимостью друг от друга читайте мои статьи либо смотрите видео посвященные этой теме таких как ноги и спина если кардио то только интервальная никакого классического кардио по часу полтора на дорожке это только уменьшит мышечную массу мы говорим о натуралах а наша задача сохранить и нарастить ее именно мышцы делают женщину красивой и сексуальной а мужчину мощным и здоровым помните это классическое кардио для натурального атлета противопоказано и применяется только как разминка и заминка к силовой тренировке чем меньше на вашем теле мышц тем больше жира он накапливает тем хуже вы выглядите тем хуже вы себя чувствуете именно поэтому тренируясь с доступными отягощениями и грамотно питаясь вы убиваете всех возможных зайцев избегая всевозможных подводных камней в данном вопросе выбросьте свои весы и мерите результат только по отражению в зеркале но будьте готовы что первые пару недель вы не будете худеть или терять в весе если вы новичок это не должно вас смущать именно так и должно быть именно так и реагирует организм на правильные тренировки ваши мышцы никогда не тренировались они получают нагрузку они впитывают в себя питательные вещества воду задерживают ее там в себе на какое-то определенное время но потом когда организм выйдет на пик своих возможностей даже не так когда организм привыкнет к нагрузкам мышцы поймут что это их обычное состояние что вы постоянно их тренируете они будут в тонусе они отдадут излишек воды и начнется кардинальное превражение вашей фигуры вашей головы да вы почувствуете что жизнь вокруг вас меняется вам становится не только легче жить чисто физически но и ментально просто поймите что если вы никогда не тренировали ваши мышцы они крепнут и набирают сил и здоровье через месяц начнутся другие процессы а еще через пару видимые изменения но не ждите результата раньше трех месяцев начало результата особенно если вы годами нажирали на себе эти килограммы жира делайте выводы друзья хорошо выглядеть под жара и мощно а для девушек красиво и сексуально можно и необходимо и не опускаясь ниже предельных показателей в процентном содержании жира в организме пейте как минимум 2-3 литра воды в сутки тренируйтесь циклически периодизируя свои тренировки и грамотно полноценно питайтесь полноценное питание не всегда значит разнообразное все остальное придет если вы будете целенаправленно идти по этой дороге помните путь который мы идем и есть цель не забудьте поделиться этим видео с друзьями следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока